В Украинской столице 17.00 в эфире выпуск новостей и о главных событиях к этому часу. 35 американских военных хамеров получила украинская армия, 20 из них бронированные. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в военном городке в Конотопе. Также США передали 15 машин медицинского обеспечения. По словам главы Минобороны, технику уже разгружают в Одессе. Оттуда ее передадут в боевые подразделения на линию разграничения. Полторак отметил, за последнее время США предоставили украинской армии помощи на 400 миллионов долларов. Это современная радиосвязь, противотанковые средства и для радиоэлектронной борьбы, а также снайперские комплексы и беспилотники. В то же время министр считает, для качественного развития армии Украины критически важны собственные разработки и заказы. За минувшие несколько лет мы ввели 120 новых образцов техники, тех, которых раньше не было на вооружении вооруженных сил Украины. Мы допустили к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники. Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты «Нептун». Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня «Вильха» и начали испытания ракетного комплекса «Вильха-М». Трижды с начала суток российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Огонь вели на Донецком направлении. Тяжелое оружие не использовали. Как рассказали в Министерстве обороны, в результате обстрелов потерь в рядах защитников Украины нет. Продукты, медикаменты и одежду привезли военнослужащие вооруженных сил Украины в самое опасное место в Луганской области – прифронтовой хутор Вильны. Этот населенный пункт перешел под контроль Украины прошлым летом, но боевики постоянно пытаются вернуть утраченные позиции, открывая огонь по местному населению. О том, как там выживают люди, расскажут корреспонденты ЮАИ-ТВ. Анатолий – один из немногих, кто не уехал из хутора Вильны с началом войны. На днях начал готовить огород к посадке картошки и обнаружил хвостовик от РПГ-7. Обнаружил вот это, пахал, культивировал огород и нашел. Смотрю, она, я попробовал хотя бы хны, не вытаскивается. Думаю, ладно. Опасные предметы мужчина находит у себя в огороде не впервые. Год назад, вот тут, наверное, мину, вот здесь, целую, нашел. Из-за постоянных обстрелов в течение пяти лет Николай поменял уже три дома. Там дом был разбили, а там по верхней улице дом тоже разбили. Сейчас перешел туда на той край. В сентябре месяце еще там вверху дом целый был, а в ноябре уже разбили все. И хорошие прилеты, там и 83 мины, и этот, и РПГ в окне торчит, в крыше там. С той стороны все прилетало. Кто там стоит? Там, ну, ополченцы. Это ополченцы в подарочки прилетали. Хутор Вильный – это несколько улиц. Передвигаться по ним опасно и днем, и ночью. Боевики стреляют постоянно. Дом весь побитый, он зеленый мой стоит. Окна побитые. Ну, как живется? Страшно, ну, как живется? Украинские военные постоянно помогают жителям хутора. Обезвреживают снаряды, привозят еду, одежду и медикаменты. Консервы мясные, рыбные консервы. Это сало, мясо, смолец, чай, мука, потому что приближается Пасха. Людям это надо. Ну, и одежда людям, потому что не могут люди выехать. Это каждый день в город что-то приобрести себе. Конечно, тут все нужно. Особенно старым таким, как мы, нам 80 лет дедам. Мы не можем туда кругом дойти. По двору собираю осколки, пули на окно складываю. Хану пробили, окна повыбивали. А я и не хочу уезжать никуда. Кому я нужна с таким здоровьем, с такими годами, то я в своем углу сижу и там тут и помру. До начала войны на хуторе Вильной проживало около 300 человек. Теперь остались 18. Проверить состояние здоровья, сделать тест на диабет, сдать кровь и поучаствовать в викторине или квесте. Все это можно было сделать в рамках акции «Неделя общественного здоровья», которая в эти выходные проходит в Национальном экспоцентре в Киеве. С участниками и посетителями, которые ведут здоровый образ жизни, встретилась Инесса Занина. Десятилетний Миша занимается брейк-дансом. Энергию, говорит, ему дает здоровое питание. У меня есть достижения. Я умею становиться на голову. Могу крутиться на голове. Могу крутиться на спине. Могу долго стоять на руках. Если больше фруктов есть, то у меня все выйдет. В философии здорового образа жизни детей знакомят в школе. Благодаря этому мама Михаила поменяла рацион семьи. Овощи всегда должны присутствовать дома. И обязательно соки и фреш. О правильном питании и здоровом образе жизни в эти выходные можно узнать в одном из павильонов экспоцентра. Здесь проходит завершающий этап «Всеукраинской недели общественного здоровья». Акцию проводят впервые. Семь дней во всех областях Украины организовывали делопробеги, массовые зарядки и познавательные уроки в школах. В Минздраве уверены, пропаганда здорового образа жизни дает свои плоды. Например, за семь лет количество никотинозависимых в стране сократилось на 5%. Мы наблюдаем интерес сейчас к здоровому питанию и снижению использования жареных продуктов или продуктов, которые могут содержать какие-то вещества. Мы сейчас обсуждаем вопросы по снижению, например, содержания трансжиров в продуктах. Посетители интересовались натуральными продуктами. Любители сладостей смогли найти альтернативу высококалорийным перекусам. Хочу попробовать пастилу. Чем она отличается от обычных конфет? На некоторых локациях можно было проверить уровень сахара в крови и получить консультацию врача. Также здесь сдавали кровь. Ну, по крови вашей. Ну, придем. Да, сжать. В Министерстве здравоохранения собираются кардинально изменить подход к заготовке крови и ее производных. Мы планируем создать трехуровневое управление системы службы крови. У нас будет национальный трансфизиологический центр, который будет заниматься координацией. А также будут центры крови в каждой области или один на две области. В воскресенье акция завершится. А в конце апреля Минздрава подведет окончательные итоги недели общественного здоровья. Инесса Занин, Александр Прозоров, ЮАИ-ТВ. Уборка вершины мира. Непал отправит экспедицию на Эверест, чтобы очистить самый высокий пик мира от мусора, оставленного альпинистами. Команда из 14 человек отправится на гору 25 апреля. Часть участников будут убирать в лагере на высоте более 6 тысяч километров. Трое поднимутся до отметки в 7 тысяч 900 метров. Это всего на 100 метров ниже так называемой зоны смерти, где человеку критически не хватает кислорода. Со склонов горы уберут брошенные палатки, снаряжение, кислородные баллоны. По подсчетам, команде удастся вывести 11 тонн отходов. Также планируют эвакуировать тела погибших альпинистов. И водные бои. Так в Таиланде празднуют тайский Новый год. С детскими пистолетами, наполненными водой, местные жители и туристы вышли на улицы Бангкока. Считается, что брызги воды – это символ очищения от грехов. Новый год, известный в Таиланде как Сонг Кран, приходится на самое жаркое время года. Температура воздуха достигает почти 40 градусов по Цельсию. Поэтому вместо того, чтобы бросаться снежками, тайцы обливают друг друга водой. К таким водным баталиям присоединяются люди всех возрастов, в том числе и туристы. Так здорово! Это совершенно другой опыт и такое безграничное веселье с хорошими людьми и хорошей компанией. Я здесь впервые. Это не то, чего я ожидала. Я не ожидала, что дорога будет полностью перекрыта, а люди всех возрастов будут так веселиться. Но это действительно очень весело. Мне нравится. Отличная атмосфера. К этому часу пока что все. Актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. Следующий выпуск меня чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова